Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и добро пожаловать в новое видео! Прошу прощения за такое долгое отсутствие, хотела бы я сказать, что я там отдыхала или еще что. Но нет, ребята, видео на канале не выходили просто потому, что... Ну, не совсем все было круто у нас. Ну, ничего, надеюсь, что все будет норм, и видео сейчас будут выходить как раньше. Так что буду рада, если вы меня поддержите лайком. Ну, а сегодня у нас супер-пупер-мега-долгожданное видео. Ко мне наконец-таки пришли все супер-гигантские киндер-сюрпризы. Да, ребята, это не ошибка, не шутка, не кликбейт и ничего такого. Реально появились гигантские денежные киндер-сюрпризы. Появились они достаточно давно, и я сразу же решила, что я их хочу купить. Но я решила сразу же это сделать необычным способом. В общем, рассказываю свою схему. Одно киндер-яйцо, которое, кстати, стоило 15 990, я купила сама. То есть, сама на себя заказала, сама забрала из пункта выдачи. Другое киндер-яйцо я попросила заказать Дениса, и причем мы разными способами просили нам доставить. Я забирала в пункте выдачи, Денису прислали на этот адрес. А третье яйцо я попросила купить одного нашего знакомого, который живет даже не в нашем городе, в соседнем, до которого ехать 3 часа. И потом он нам его переслал. И вот из-за того, что такие вот были странные манипуляции, видео это затягивалось достаточно надолго. Но сегодня все изменилось, сегодня пришло третье яичко, и я готова вам их показать. Они выглядят следующим образом. Вот это, кстати говоря, мое, без наклеечек, потому что я сняла все, что здесь было, и другие яйца пометила. Два. Это пришло Денису, тут видите, наклейка котик. И третье яйцо пришло нашему знакомому. На самом деле доставка была для всех одинаковая, все стоило одинаково. В принципе, все окей норм. И здесь нету никаких замечаний, то есть все одинаково. Я почему так решила сделать? Потому что вы меня часто просите сравнивать, типа для блогера, для обычного человека. Я думаю, окей, здесь я сделаю прямо так, как надо. Тем более товар очень дорогой, посмотрим, кому что прислали. По идее, в этих денежных яйцах должны быть деньги. Но самое, что не очевидно для меня, это размер. Я думала, честно говоря, яйца будут побольше. Я не знаю, где здесь еще само яйцо, потому что ничегошеньки не видно, что нам обещали. Нам обещали то, что за 15,990 у нас есть шанс выиграть от 3 до, внимание, 37 тысяч рублей. Я не знаю, откуда такая странная цифра 37 тысяч рублей от 3 до 37, но, возможно, мы с вами сегодня очень хорошо окупимся и сможем заказать еще гигантские денежные киндер-сюрпризы. Предлагаю под этим роликом собрать хотя бы 30 тысяч лайков, тогда я буду знать, что вам нравится все еще эта рубрика. Ну, а теперь предлагаю начать распаковку. Погнали! Честно говоря, я хочу начать с яйца, которое предназначалось именно для меня, которое я заказывала на свое имя, и вот, типа, мне его прислали. Выглядит оно, как и все остальные, в принципе. Кстати говоря, вот это сильнее всего, мне кажется, обмотано. Оно прямо вообще какой-то квадрайтик. Но мы пока что остановимся на этом. Блин, ребята, это трындец, это на сколько слоев здесь все запаковано. Я сейчас вроде как вижу какие-то коричневые очертания, посмотрите. Но, по идее, яйцо должно выглядеть, как настоящий киндер. Самый прикол то, что это все было, кстати говоря, не в коробках, это было все именно вот в таком формате. Единственное, что были наклейки, типа, отправители и так далее. Я вижу надпись. Приз. Блин, прикольно. Я там ничего не прорежу, да? Надеюсь. О мой бог. Первые 500 слоев сняты. У нас здесь еще есть слой упаковки. Но это уже прям видно, это уже прям реально. Яйцо, яйцо. Написано киндер шерплис, ребята. Прикольно. Надеюсь, оно не сломается. Вдруг оно шоколадное. Это реально гигантский киндер. Ай-яй-яй, аккуратно. Я боюсь его трогать. Оно пластиковое. Он не шоколадный, ребята. Божечки, я родился. Такой гигантский киндер-шерприз. Как жаль, что у меня нет обычного киндер-шерприза, чтобы сравнить размеры. Типа, он какой-то вот такой. Но, по правде говоря, я ожидала еще больше. Я думала, примерно размер будет какой-то вот такой. Ну, примерно как авокадо. Чуть-чуть, пускай, поменьше. Но думала, что будет плюс-минус того размера. Типа, гигантская же все-таки. Ну, классно. Выглядит офигенно. Я бы такое на подарок кому-нибудь взяла. Цена, конечно, кусачая. 15 990. Там что-то трещется. Как будто какие-то камушки. Страшно открывать. Вдруг там вообще денег не будет. Как тебя открыть-то, ты мне скажи. Можешь нажать? Давай. А вдруг сломается. Вау. Ого. Тут яйца. Причем какие-то странные яйца. Веселый сюрприз. Киндер, здесь веселый. А где деньги? Господи, что это? А деньги-то в яйцах? Смотри. Офигеть. Прикиньте, мы уже нашли тысячу рублей. Тысячу. То есть, деньги нужно искать в яйцах. Я думала, что деньги будут где-то сверху лежать. И все. Ну, это прикольно. Это очень классно. Давай посмотрим, сколько тут яиц. Раз. Давай. Два. Три. Двадцать два яйца. Представляете? А почему это не киндеры, если здесь яйца? Почему в гигантском киндер-сюрпризе какие-то странные, веселые сюрпризы, а не киндеры? Ну, это, мне кажется, вообще нечетко. Ну. Ну, главное, чтобы тут реально были деньги. Но они реально есть. Тысяча рублей есть. Еще здесь была вот такая черепашка. 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 А если в каждом киндере деньги будут, это же вообще офигеть. То есть, по идее, в каждом, да, должно быть? Давай теперь вот это смотреть. Если в каждом по сто даже, по тысячу, еще хорошо будет. Это яйца целые. Здесь нету денег. Тут какой-то дельфин грезный. Прям в яйцах, да? Да. Тоже нету ничего. Офигеть. Просто запаковываем. Даже не поесть, короче, шоколад. Ребята, серьезно, я только сейчас поняла. Я просто под эйфорией вообще ничего не вижу. Реальная игрушка прям лежит в шоколаде. Деньги тоже прям в шоколаде были. Нету никакого контейнера. Это вообще не класс. Типа нельзя есть этот шоколад. Но он пахнет вкусно. Тут тоже ничего нету. Зато есть рыба. Денег нет. Давай здесь посмотрим. Целое яичко просто идеальное. О-о-о-о! Тут тысяча. И какой-то бриллиант, ребят. Ребят, смотрите, какой-то бриллиант. Это типа игрушка такая. Капец, прикол. Прикол. Она вся шоколадная. У нас уже есть две тысячи. Выбирай яйцо. Возможно, мы сейчас найдем еще тысячу, и наш порог минимальный будет пройден в три тысячи рублей, которые нам тут обещали. Я вижу, есть фиолетовая, голубая и розовая. Давай розовая. Ой, она какой-то вообще не очень хорошо выглядит. Но само яйцо идеальное, посмотри. А упаковка какая-то вся поюзанная. О-о-о-о! Еще тысяча. Но это было жестко, так шоколад треснул. И тут тоже бриллиант. Следующее я хочу вот это. Ой, тут какой-то пакет, смотри, торчит. Пакет с деньгами. Нифига. Денег тут нет, опять какой-то дельфин. То есть не во всех яйцах можно найти деньги. В каких-то есть, а в каких-то нет. И вот теперь угадай, в каких есть, а в каких нет. Сейчас мы, конечно, все узнаем. Я хочу теперь фиолетовая, наверное, пять. Мне так нравится, что здесь нарисовано. Тут есть такое чучело и ведьма. Ой, тут какие-то дельфины. Окей, давайте теперь вот это откроем. Тут нарисованы какие-то милые питомцы. Пусто. Выбирай ты. Так, давай вот этот. Давай прям так нажимай и доставай. О-о-о! Прикиньте, резинка и тысяча рублей. Нормально. У нас уже есть четыре тысячи. То есть мы вышли за порог и уже есть плюсом четыре тысячи. Мы же реально сейчас 37 насобираем, которые нам обещали. Дельфин. Денег нет. Снова нет денег. Дельфин. И открывается. Банч просто. Ну не зря. Здесь было тысяча и... Вот такой огромный камень любви. Следующий. Так, еще тысяча и еще камень. У нас уже есть шесть тысяч рублей. То есть мы в минусе пока что на десять тысяч. Это хорошо. Это неплохо. Ой, она что открыта была. Из него кто-то деньги по-любому сюда достал. Это пакет какой-то. А в пакете шарик. Тут написано I love you. И шарик какой-то мега-мега странный. Вы когда-нибудь видели в киндер-сюрпризах шарики? Резиночки для волос. Это же какой-то нонсенс. У нас остается еще шесть шоколадных яиц. И есть надежда найти там пять тысяч рублей. Погнали. О, смачно прям. Я же орать буду. Вау. Пять тысяч. Как так ты сказала? И сразу пятерка. Охренеть, ребята. Пять тысяч рублей реально была в яйце. Она реально была в яйце. Я в шоке. То есть сейчас у нас есть уже одиннадцать тысяч. А это значит то, что можно выдохнуть и подумать о том, что все было не зря. И тут реально можно найти деньги. Причем хорошие. Еще и игрушки классные. Например, вот такого вот осьминожку. Тысяча. Тысяча. Яра не нашли, но тысячу нашли. Мы приближаемся к окупу, если это можно так назвать. Тут пусто. Тут был дельфин. Не могу открыть. Блин, нифига, она шарахает. Нифига себе! Две тысячи? Ребята, это две тысячи рублей. Подожди, давай посчитаем. У нас есть три. Восемь, девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. У нас уже есть четырнадцать тысяч рублей, а одно яйцо стоило пятнадцать девятьсот девяносто. У нас еще две тысячи. Мы уже в плюс вышли с этого яйца. Блин, такое я вижу первый раз, смотрите. Что там? Там какие-то подпаленные деньги. Не видно так. Смотри. А, вот, нифига себе. Ребята, эти деньги кто-то поджарил. Блин, получится вот этих. Их примут вообще нет. В банк. Я никогда раньше не видела такие поджаренные деньги. Они были рваные, они были склеены, они были грязные. Но чтобы их кто-то поджигал, но это же явно поджег. Это жженая бумага. Они даже пахнут жженым шоколадом. Серьезно. Они как жженый сахар. Это очень странно. Но неважно, это есть деньги, значит все равно хорошо. Остается последние два яйца из моего гигантского. В одном не было ничего, а во втором ничего, кроме этого замечательного камушка денег. Нету. У меня очень сильно много вопросов. Почему нету никаких контейнеров в шоколаде? Как мне пробовать теперь этот шоколад? Ну, я все равно пробую. Вкусный шоколад. Но это так странно, когда там лежали деньги и игрушки. И типа без упаковки. Это очень странно. Но, несмотря ни на что, у нас дофига много денег. Давайте считать сколько. У нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь тысяч рублей. Именно по тысяче. Плюс две купюры по четыре. Итого 11 тысяч. Плюс пять, 16 тысяч. То есть у нас вышло ровно 16 тысяч. Мы даже в плюсе на 10 рублей. Напоминаю, это яйцо, которое я заказывала на свое имя. И возможно, тут есть какой-то подвох. Но, честно говоря, мне кажется, нет. Потому что я заказала одно яйцо. И даже если меня знают, ну, как бы, как меня узнаешь по имени, да? Поэтому навряд ли, ребятушки. Ну что, теперь переходим к следующему яйцу. Давайте выбирайте, какое, которое заказывал Денис. Или которое вообще путешественник. И уже несколько городов облетело. Какое хочешь. Давай вот это вот потом на десерт. На десерт самое интересное. Окей, тогда сейчас мы будем открывать яйцо, которое заказал Денис. На свое имя и прямо на адрес нашего дома. Так, ребятушки, стоп, 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 стоп. Конечно же, сейчас я хочу передать привет своим самым крутым активным подписчикам, чьи комментарии появились на экране. Ребята, огромный вам привет. Спасибо за вашу поддержку, за то, что вы пишете комментарии, ставите лайки на мои ролики. Ну и вообще, спасибо за то, что вы есть. Вы самые-самые клевые. Ну а если ты хочешь попасть ко мне в ролик, то просто оставляй комментарии внизу под этим видео. Вот оно такое же красивое. Я его открыла случайно. Уфига себе, правда. Тут уже яйца виднеются. Очень много яичек, и они, по-моему, такие же. Смотрите, есть фиолетовенькое, голубенькое есть, розовенькое есть. Вроде такие же яйца. То есть выглядит все точно так же. Надо будет их еще пересчитать. Яйцо раз, два. Двадцать два. Честно говоря, я забыла, сколько было яиц здесь. Ты помнишь? Не знаю. По-моему, двадцать один, кстати. Вроде бы, ребят. Здесь двадцать два яйца. И перемотайте назад, посмотрите, сколько было яиц здесь. Я думала, везде будет все одинаково. Первое яйцо, которое мы с вами откроем, пускай выберет Денис, потому что все-таки он заказывал. Фиолетовое. Хорошо. Хочется так поесть шоколаду. О май гарбу. Шоколад в крошке, денег нету и дельфин. Давайте теперь я выберу вот это. Суть тоже фиолетовую выбрала, брала наобум. Тут тоже нет денег. Тут рыба вот такая, фуагра. Теперь хочу розовое яйцо открыть. Оно какое-то странное. О май гад. Здесь было тысяча рублей. И еще одна рыба фигу. Хочу еще яйцо одно выбрать сама. Вот это пускай будет голубое. Это было очень мощно. Рыбы здесь нету. Но есть денежка. Тысяча рублей. И знаешь, что здесь было? Вот такая стразина тебе на лоб. Это как у рэпера, что ли? Йоу. У гугого рэпера. У него страза настоящая. Что-то за 22 миллиона долларов. Ребята, вы знаете рэпера, у которого страза во лбу? Во лбу? Да. Ты такого не знаешь? Мне кажется, я отстала от жизни. Я не готова к такому. Не пишите. Хочу следующее яйцо открыть. О, еще одна страза тебе на лоб. Слушай, ну у кого-то за 22 миллиона у тебя будет вот такая. Ну, в общем, я теперь тоже в теме. Третья тысяча рублей. Следующее яйцо будет вот это. Еще тысяча. Хорошо, идем. Ту-ту-ту. О, пятьсот. Хочу еще голубенькую открыть. Здесь тысяча. И стразик. Следующее. Игрушки, конечно, максимально дурацкие. Конек-горбнок. Черепашка. Денег нет, ребят. Тут тоже нету. Стразик. Давай розовый смотреть. О! Страза и сотка. Сто рублей. Очень неожиданная встреча. Я по большей части была уверена, что тут будут только крупные деньги. Ого! Господи! Тут тысяча рублей! Она так пахнет сильно. Я уверена, что шоколад, в котором она лежала... Да, он сильно пахнет деньгами. Это очень странный аромат. Тут странная игрушка была внутри. Давай посмотрим. Гуманоид какой-то, да? Серьезно. Серьезно. Ого! У него все крутится, вертится. Давайте дадим ему имя. Это будет Андрей Гуманоид. Это вообще дед такой был. Вот это я больше всего не могу понять. Типа, ор выше гор, когда пустое яйцо. Ладно, денег нет. Где моя чудо-игрушка? О! О! Тут сразу две. И черепашка, и сразу тебе ору. О, ребята! Смотрите, какой улов. У нас катик и тысяча. Что за фигня? А, у нас еще одна деньга поджаренная. Это уже система. Ужас! Дельфинчик. Дельфинчик. Деньги положить забыли. Опять нет денег. О, вижу пакет, уже радуюсь. Вау! Вау! Тысяча рублей и брат-близнец Андрюши. Почему Андрюша в пакете? Почему все остальные не в пакетах? Мы чего-то не знаем. Он может пожить и съесть мой шоколад с деньгами. У нас остались последние два яйца, но чисто визуально заметно, что денег здесь намного меньше, чем яйца, которое мы открывали раньше. О, 500. Спасибо. И последнее яйцо! А, нет, не последнее, предпоследнее. Дельфинчик. Теперь реально последнее, которое было закидано всякими разными обертками. О, у нас теперь тройняшки. Еще один Андрюшенька. И тысяча рублей. Давайте подсчитывать, что же удалось получить Денису. Какой у него кэшбэк? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, сто. Кэшбэк хороший, ты потратил 15 тысяч 900, 10, 100 получил, то есть на 5 800 ты в минусе. Но все-таки из хорошего здесь намного больше, чем минимальная планка. То есть минимум нам обещали 3, а здесь было 10. Это классно. Я тебя поздравляю. Спасибо. Будешь ли ты еще заказывать гигантский? Ни в коем случае. Ребята, но вы бы заказали гигантский киндер сюрприз, имея вот такие результаты, типа мое яйцо, яйцо Дениса. Прямо сейчас пишите в комментариях, как вам такой развернутый ход событий. Мне интересно, что здесь. Просто интересно. Вот прям очень хочется узнать. Так что давайте погнали. Вот оно, гигантское денежное яйцо для левого чувака. Почему мне так хочется это назвать? Ну, по факту, это действительно практически так. Мне кажется, в нем будет меньше всего денег. Вот честно говоря, я думаю, там будет тысяч пять. Ты как думаешь? Блин, ну мне кажется, тысяч шесть должно быть. А вы как думаете? Пишите в комментариях. Начинаем его открывать. Мы это сделали, ребята. Я это сделала. Я распаковала. Я как будто провела суперсложную мега-распирацию. Какую распирацию? Операцию по распаковке, которая называется распирацией. И, насколько мне известно, яйцо вроде бы выглядит так же. Я смотрю на него, оно абсолютно такое, что все яйца одинаковые. Несмотря на то, кому оно было заказано, когда, на какой адрес они все абсолютно одинаковые. Открываем? Открываем. Ох, я сейчас это сделала по-мастерски. О мой бог. Не спасла их мега-упаковка. Я уже вижу. Вот это я понимаю уровень доставки, да? Уровень высыпилотаж. У нас есть вот такое яйцо подрюканое, вот такое подрюканое. О, я даже денежку уже вижу. 500 рублей. Видимо, здесь было. Давайте посчитаем. У нас есть два яйца. Три, четыре, пять. 22 яйца. Стандартная картина, как мы понимаем. Но яйца здесь все очень плохо выглядят. Половина яиц просто сломаны. Раз, два, три, четыре яйца сто процентов сломаны. То есть прям пух и прах. Давайте смотреть, что у нас от этого яйца осталось. Тут только шоколад, и я так думаю, что 500 рублей были здесь. Смотрим, что здесь. О, ребята, тут тоже 500 рублей. У нас уже есть целая тысяча. Ура! Следующее яйцо тоже будет у нас сломанное открываться. О, неплохо. А в нем есть две игрушки. Какой-то дельфин и стразики. И тысяча рублей. Смотрим, что здесь. А здесь просто пусто. Ничего. Ни денег, ни игрушки. Самая жесть, это вот это. Помятая, да? Она очень сильно сломана. Мне кажется, это так и положили. Слушайте, это так странно. Все раскрошено на тысячи частей. Выглядит отстойно. Теперь давайте смотреть по очереди. Смотрим, что в этом яйце у нас уже две тысячи рублей. Пока что начальная стадия не найдена. То есть три тысячи. Денег нет, есть черепашка. Дельфин. Денег нет. Блин, прикиньте, тоже нет денег. Тут страйзик. Следующее яйцо. Вот чему кулемову не повезло. Вообще, смотрите-ка, что, нет денег, зато есть офигенный краб. Следующее яйцо. Ни фига, пять тысяч засунули. Ребята, пять тысяч рублей. Ура, я так рада, потому что все яйца до этого были пустые, пустые, пустые. Класс. Деньги реально можно найти даже крупные. Пять тысяч рублей это самый крутой выигрыш. По-моему, в твоем яйце вообще пяти тысяч не было. Да, ребята? Да. И уже у нас семь тысяч рублей. Аплодисменты в студию. Следующее яйцо. Касаль. Кладем в банк. Следующее. О, оно все. Ребята, еще пять тысяч. Еще пять. Здесь уже тринадцать тысяч рублей и просто левому чуваку, почему мы называем себя левыми чуваками, но по идее, мы левому чуваку это все заказали и было тринадцать тысяч. Левый чувак, вообще в шоке. Дальше. Вау. Здесь попадаются такие же крупные купюры, как в моем яйце, заметил. Еще тысяча. Следующее яйцо у меня аж прям всю таращит. Хочу посмотреть дальше. Осьминожка. Денег нет. Офигеть! Еще тысяча, ребят. Четырнадцать тысяч в банке. Следующее яйцо. Здесь пусто. Дельфинчик вам в подарок. Следующее. О, оно сломано, я его даже не заметила. И там? Сотка. Сотка. Сотки встречаются очень редко. У Дениса была одна и здесь пока что одна у меня вообще не было. Следующее. Что это? А, это не баб? Это татуха. Это не деньги. На эту и на ту набью себе тату. Да. Ё-моё. Черепашка. Денег нету. Остаются последние три яйца. Ребята, еще тысяча рублей. Смотрим, смотрим, что в последних двух яичках. Если тут еще будут деньги, это же просто отвал всего. Денег нету. Есть вот такой Андрюшенька. И последнее яйцо. Ломаем. А, это было мощно. Плюс тысяча рублей в банк. Ну, не хухры-мухры хочу я вам сказать. Я ожидала, как я вам и говорила, максимум тысяч пять. Я вообще думала, что если тут и будут деньги, то типа тысячи три, как и обещали, минимально, но тут офигеть. Итак, у нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, офигеть, шестнадцать, семь, тут больше денег, чем у меня. Офигеть. Тут семнадцать тысяч сто, и мы в плюсе на тысячу двести рублей. И это подтверждает то, что независимости кто ты и как ты это все заказал, продавец тут максимально честный, и реально можно найти крутые деньги. Мы только с одним яйцом, с яйцом Дениса, ушли в минус. А мое яйцо было в плюсе, это яйцо еще в большем плюсе, и это охренительно. Ребята, это было незабываемо. Кстати, спасибо вам за то, что вы мне написали, что существуют гигантские киндер-шюрпризы, потому что если бы не вы, я бы не знала, я не могла найти такое объявление. Но кто-то из вас мне написал сначала в комментариях, потом мне в директ вообще скинули ссылку, потом я начала искать, 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 и такая, думаю, супер классно, нужно брать. Ну, а на это видео подошло к концу. Пишите в комментариях, что еще заказать денежное, и я надеюсь, что вы уже жмякнули лайк. Всех вас люблю, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok